Разворачивайте его с той стороны! Чтобы спустить фонтан на воду, мастера почти не спали сегодня ночью. Объясняют, такую работу лучше делать без зевак, ведь конструкция весит 16 тонн, и чтобы вернуть её после зимней спячки, потребовался огромный кран. Кто пьяный подплывает сюда, вот приходится самим сюда лезть, их вытаскивать. Огромная просьба, чтобы они сюда не лазили. Здесь 380 тока. Это очень опасно для жизни. К нужному месту в фонтан тянут сразу два катера МЧС. С такой махиной могут справиться только особо мощные моторы, говорят специалисты. А скорость всего полкилометра в час. Два часа и фонтан на месте. Чтобы фонтан не уплыл, рабочие фиксируют его с помощью огромных цепей и якоря. То, что мы видим, это лишь одна треть, а всё остальное под водой. Место расположения фонтана тоже не случайно. Оно зависит от длины кабеля. Рабочие надеются, что смогут порадовать казанцев уже к утру. Ждём с нетерпением, говорит Эгир Хасанов. Этим фонтаном он любовался вместе с будущей женой на первом свидании. Молодые люди вместе уже три года. Растят дочь. Это символ. Сюда приезжают все гости. Его видно практически со всех точек. Все его ждут с удовольствием. Но, к сожалению, половину лета прошло. И вот очень хочется его увидеть. Не включать фонтан раньше просили сами казанцы. Пояснили в Комитете внешнего благоустройства города. Напомним, в начале июня лебеди, которые живут на озере, впервые принесли потомство. Пришлось ждать, когда птенцы окрепнут. Чиновники побоялись, что малышей может убить мощными струями фонтана. Мы даже, если сильный ветер, то есть мы уже выключаем, оставляем только боковые струи. То есть, если даже очень сильный, то полностью отключаем фонтан. Потому что заливает как улицы, так и машины, жалуются. Тем временем фонтаны по соседству на площади у театра Камала остались без подсветки. Как выяснилось, электрооборудование оказалось сильно изношено. И использовать его дальше просто опасно.